Мы рождены, то есть видите, люди в страсти, они вместе действуют для своего счастья, каждый для своего, вот в этом противоречие заключается. Вот допустим, люди в страсти создают семью, каждый живет для своего счастья, и потом жена говорит, по факту, ты для кого живешь, скотина? У нас двое детей, ты для кого живешь? Вот для женщины жить для детей означает благость, она к ней так кажется. А мужчина, он считает, что он не должен для детей жить, это дети для него должны жить, он считает. И смотрите, возникает противоречие, то есть у людей в страсти всегда возникают противоречия. Допустим, у женщины свое представление о счастье, она говорит, беседа между нами должна быть нежная, мягкая, понимаешь, надо мягко общаться, нежно. Мужчина так не считает. У него счастье совсем в другом ключе идет. Он говорит, понимаешь, нежная беседа будет, когда ты, скотина, будешь меня уважать. Ну то есть для мужчины как бы нежность означает, что жена вот так делает постоянно. Да, мой хороший, да. Все правильно ты говоришь. В страсти мужчине означает, что женщина всегда вот ходит и как бы, и что бы он ни сказал, она согласна. Для мужчины в страсти. А женщина в страсти, она может быть и согласная. Но ты должен разговаривать со мной нежно. Сначала нежно разговаривай, а потом я буду согласная. Понял? То есть, видите, смотрите, интересно, как ситуация складывается. Что сначала мое счастье, а потом твое. И у него тоже сначала мое счастье, а потом свое. А это же невозможно. Ведь по факту сначала кто-то должен быть первый счастлив. Так благостные люди и живут. То есть человек благостный отдает счастье близкому человеку и живет просто для него. Когда тот наполняется счастьем, из него начинает, когда исходить благодарность, благостный человек в это время начинает его воспитывать, потому что он знает, недостаточно просто заботиться о человеке, надо еще его воспитывать. Это тоже второй вид служения ему. Видите, благостный человек поэтому всегда счастлив. Он всегда выполняет свой долг. И Господь в сердце радуется ему. И он счастлив внутри себя благостный человек. А снаружи тоже приходит время, и он становится счастлив.